МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Награждение победителей конкурса «Профессионал года». Не только творчество, но и серьезное исследование в Центре технического творчества. Успешно действует секция конструирования робототехники. Каковы результаты технического прогресса? Самая массовая и последняя в этом году отправка в армию. 21 новобранец из Муравленка пополнили ряды российской армии. Ямалоненецкий автономный округ занял верхнюю строчку в рейтинге социального самочувствия регионов. Его опубликовал Фонд развития гражданского общества. В списке самых успешных регионов также Кемерская область, Санкт-Петербург и Тюменская область. При составлении рейтинга использовались данные фонда «Общественное мнение». Опрос проводился в ноябре этого года. В нем участвовали почти 57 тысяч человек из 79 регионов России. Респондентов спрашивали, довольны ли они положением дел в своем регионе, замечают ли вокруг недовольства властями, готовы ли участвовать в акциях протеста. Насколько улучшилось или ухудшилось за последнее время их материальное положение. По итогам исследования составителями рейтинга предложен интегральный показатель – индекс социального самочувствия. Ямал возглавил группу регионов с очень высоким рейтингом социального самочувствия. Он набрал 80 баллов из 100 возможных. К другим темам в Муравленко подвели итоги конкурса «Профессионал года». Напомню, участие в нем принимали работники различных сфер жизнедеятельности города. От промышленности и строительства до здравоохранения и культуры обладателями премии стали лучшие из лучших. Церемония награждения победителей состоялась в Городском доме культуры Украины. Слово моей коллеги Надежды Деминовой. Премию «Профессионал года» уже успели окрестить Муравленковским ТЭФе. И это не случайно. Награждение победителей было сродни общероссийским церемониям вручения наград. Название лучшего в конкурсе «Профессионал года» были номинированы 92 человека. Все они представители разных профессий. Из 92-х победителями стали лишь 19. Сегодня в этом зале собрались самые лучшие представители всех профессий. Вы знаете, очень хорошо, что в последнее время в нашей стране начинают вспоминать рядовых тружеников, благодаря которым, благодаря труду которых, каждодневному труду улучшается наш город. И город становится лучше, наша жизнь становится комфортнее, безопаснее, интереснее. И большое спасибо вам за это. Фото номинантов разместили на большом экране, а вот имена победителей хранились в белых конвертах. Жюри держало интригу до последнего. Тех, кто стал настоящим профессионалом 2013 года, впервые объявляли на сцене Дома культуры. Победителем в номинации «Лучший работник в сфере образования» становится... Пикало Алексей Владимирович! Алексей Пикало – учитель биологии и естествознания многопрофильного лицея. Кубок профессионала года – это его первая такая значимая награда. Для меня это очень значимо. Это огромнейшие крылья за спиной, это море амбиций, стремление к чему-то более совершенному, к чему-то более высокому. Ну и, конечно же, море радости, удовольствия и осознания того, что я все-таки на что-то способен, я что-то могу и могу добиваться этого, стать профессионалом в той сфере деятельности, которую я выбрал. Церемония награждения профессионалов года длилась более двух часов, но для зрителей, да и для самих участников конкурса она прошла как на одном дыхании. 19 победителей стали обладателями дипломов, денежных премий и кубков, которые, кстати, изготавливались специально для конкурса. Сложилось из огромного количества предложений, то, в общем-то, это будет что-то такое, может быть, ледяное и вроде холодное, но вот те руки, которые внутри, руки профессионалов, на которых держится земной шар, то, что там внутри, они согревают, несмотря на вот эту основополагающую ледяную такую морозную свежесть, тем не менее, несут тепло для всех людей. Вот что-то такое, вот такая идея была. Конкурс «Профессионал года» призван выявить специалистов, добившихся значительных успехов в профессиональной деятельности. Победителей определяла специально созданная комиссия, в состав которой вошли работники администрации, представители организаций и общественности. Главным основанием для присвоения почетного звания стало значительное достижение номинанта в 2013 году. «Профессионалам нельзя казаться, профессионалам нужно быть. Я говорю вам огромное спасибо за то, что у меня сегодня есть возможность видеть ваши лица, видеть ваш успех. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом конкурсе, всем тем, о ком сегодня говорили, кому достались награды». Награждали в этот день не только победителей конкурса «Профессионал года». Почетного звания заслуженные работники Ямало-Ненецкого автономного округа были удостоены Виктор Ковалев, Григорий Никифоров, Наталья Сопрыкина и Валентина Сулицкая. Конкурс выявил профессионалов 2013 года. В следующем звание настоящих мастеров своего дела будет присвоено новым людям. Их вклад в развитие города будет оценен по заслугам. Надежда Деминова, Андрей Нагибин, Михаил Муштареев, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». 22 декабря энергетики страны отметили свой профессиональный праздник. Напомню, он был установлен в 1966 году в память о дате принятия государственного плана электрификации России. По случаю Дня энергетиков в Муравленко был организован торжественный концерт. С праздником работников энергетической сферы нашего города поздравил первый заместитель главы администрации города. Важность энергетики в жизни нашей страны, переоценить ее просто невозможно. Сильная страна определяется не только сильной армией, золотовалютными резервами, чем угодно, но и сильной энергетикой. Как было отмечено в ходе поздравлений, энергетиков всегда отмечал профессионализм, трудолюбие, дисциплина и самоотдача. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в энергообеспечивающих предприятиях работают профессионалы высокого класса. В этот день за многолетний добросовестный труд грамотами Министерства энергетики России были награждены Леонид Лавренчук и Лидия Манойлова. Еще 17 лучших представителей отрасли за производственные заслуги удостойны губернаторских наград. Директору предприятия городских электросетей Евгению Дюжечкину вручена почетная грамота законодательного собрания Ямала. В благодарности окружного парламента удостоены шестеро представителей энергопредприятий города. Кроме того, в связи с профессиональным праздником к наградам муниципального уровня были представлены еще более 30 жителей города. Продолжаем выпуск. В Муравленко состоялась последняя в этом году отправка призывников в ряды вооруженных сил. К месту несения службы отправился 21 новобранец. В отделе военкомата нашего города говорят, что ребят распределят воинские части Курганской, Свердловской и Московской областей. Анастасия Попова интересовалась, готовы ли призывники к службе в армии. Здравствуйте, товарищи призывники! Здравия желаю, товарищ полковник! Вольная? По-солдатски четко и ясно. Так встречают главного военкома города. Перед отправкой будущим солдатам вручили подарки. Часы с символикой Муравленко. А после приступили к досмотру личных вещей. Недопустимые предметы в виде стеклянных кружек, ножей и вилок извлекают на месте. В период призыва призывников на воинскую службу, значит, личным составом отдела Министерства внутренних дел по городу Муравленко осуществляется охрана общественного порядка, то есть непосредственно в помещении военного комиссариата и на прилегающей территории. Дактилоскопия, осмотр врачей, стандартные процедуры, которые проходят призывники в день отправки в ряды вооруженных сил российской армии. Это была последняя отправка муравленковских призывников в этом году и самая массовая из всех. Воинские части пополнит 21 человек. Команда, большая часть уходит в Чучье, город Чучье, Курганской области, будут там проходить службу. Ну а остальные будут проходить, значит, команда уходит в Екатеринбург, ну и, соответственно, уже администрация сборного пункта, они там пройдут медицинскую призывную комиссию, и представители воинских частей побеседуют, и остальные пойдут по всей территории России. Служить в армии они будут ровно год. Большинство призывников считают, что отдать долг родине необходимо. Это новый шаг, который должен быть в жизни каждого мужчины. Для самого себя лучше будет. Много чего познаешь, испытаешь. Для будущего, естественно, чтобы стать мужчиной, надо пойти. Для обретения тебя как мужчины, как человека, который хочет завести семью и так далее, это очень важный момент в жизни. Я долго к этому готовился, и сейчас, естественно, готов пойти, отдать долг родине. За воротами военкомата призывников ждали родные, близкие и друзья. Ребята отпустили всего на три минуты, чтобы сказать родным «до свидания», а не вернуться в декабре следующего года, возмужавшие уже солдаты российской армии. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В Центре технического творчества прошел первый городской турнир по робототехнике «Робот-2013». Соревнования проводились в рамках реализации сетевого проекта городского образовательного консорциума «Технопарк». Наш корреспондент Алла Кашкарова увидела результаты технического прогресса своими глазами. Девять команд по два человека. Большинство из них – новички. Представленные роботы сделаны из детского конструктора «Легомайнштормс». Это по-настоящему мощный инструмент для творчества и серьезного исследования. Конструктор служит лишь строительным материалом, а к нему прилагается набор датчиков, электродвигатели, шестерни, батарея и блок управления. Все по-взрослому. На сбор такой машины уходит около двух часов. А чтобы машина стала настоящим роботом и начала двигаться по определенной траектории, времени затрачивается вдвое больше. Задачи на соревнованиях упростили. Роботов собрали и запрограммировали заранее. Все, что необходимо было сделать – скорректировать программу под условия окружающей среды. На поведение робота влияет много факторов. Программирование здесь является как раз развитием логического мышления учащихся и как раз необходимо и является, наверное, самым важным. Но также, конечно, не стоит забывать о том, что в процессе моделирования данных конструкций используется большое количество физических различных явлений, потому что передача движения с двигателя на колеса – это тоже очень все сложно. И если ребенок этого не будет понимать, конечно, его не получится. Регламент муравленковских соревнований близок к международному уровню. Здесь четко описаны размеры и вес роботов, параметры поля битвы, условия победы и поражения. Каждый робот перед стартом проходит обязательные замеры и взвешивания. Им предстояло пройти три этапа – гонки по черной линии, специальной трассе и вытолкнуть кегли за пределы круга, при этом не уронив ни одной. Учитывалась также и скорость выполнения задания. Среди юных конструкторов была единственная девочка. Катя Малышкина занимается робототехникой всего две с половиной недели, но с нескрываемым азартом следила за движением каждого робота. Позже ей вручили специальный приз. Все началось так. Мне понравилось то, что именно это роботы или еще что-то такое. Ну, просто интересно было. И я пошла на первый вебинар. И там увидела то, что спрашивали, кто хочет пойти на такие соревнования, то, что приедет мастер из Москвы. Это было очень интересно, поэтому я подняла руку. Я оказалась одной девочкой. А самый младший участник соревнований, 10-летний Вадим, взял на вооружение позицию капитана с известной песенкой «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Он назвал свою команду «Победа» и не ошибся. Они стали абсолютными чемпионами во всех номинациях. Меня папа научил этим программам, и все. Я увлекся, и мы с папой дальше начали продолжать это дело. В числе призеров две команды из Центра технического творчества, техноботы и прогрессоры, а также команда пятой школы «Лего-мастер». Впрочем, проигравших здесь не было. Призы и дипломы за участие получил каждый соревнующийся. Алла Кашкарова, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В минувшее воскресенье в торговом центре «Тандем» открылся новый ювелирный магазин «16 карат». Он работает под девизом «Драгоценности умеют говорить». Марка «16 карат» уже успела в нескольких городах Ямала зарекомендовать себя с лучшей стороны. Что приготовила сеть ювелирных магазинов для жителей нашего города в сюжете на оборвах рекламы. Первый ювелирный салон «16 карат» открылся в 2006 году. За семь лет работы он превратился в сеть магазинов. В сеть ювелирных салонов, в Кеншке у нас есть салон «Золото» и отдел «Серебра». В Надыме у нас один салон, сейчас у нас планируется открыться еще один в Надыме салон. В Гренгое у нас один салон «Золото», один отдел «Серебра» и в Таркасове у нас есть. А сейчас у нас открытие у нас планируется еще в Гренгое. На сегодняшний день ювелирный салон «16 карат» занимает лидирующую позицию по Ямал-Ниньскому округу. Марка «16 карат» зарекомендовала себя с лучшей стороны, став любимым местом ценителей «Прекрасного». Мы этот магазин давно уже знаем, там уже что-то приобретали. Ну, здесь, конечно, это новинка в нашем городе. У них всегда очень большой сортимент, очень интересные изделия, которые они привозят с коллекции, если ездят, привозят. Я думаю, что он у нас придется в этом магазине пользоваться спросом. Для покупателей день открытия стал и днем сюрпризов. Первыми десяти вручили в подарок серебряную подвеску. А каждого посетителя торгового центра «Тандем» пригласили поучаствовать в викторине и розыгрыше подарочных сертификатов. В магазинах ювелирной сети «16 карат» можно найти драгоценности, способные удовлетворить самый взыскательный вкус и рассчитанный на любой уровень дохода. Кроме того, в магазине «16 карат» постоянно действуют акции, например, скидки Татьяны в День Татьяны, подарки в День Святого Валентина и ко Дню Матери. Сейчас в магазине по случаю открытия действует скидка 15%. Она продлится до 22 января. Новый ювелирный салон «16 карат» в торговом центре «Тандем» предлагает окунуться в ювелирный мир желаний, который всегда должен сбываться. Алла Кашкарова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». И на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам доброго и до новых встреч. Керама представляет. Это история о комнате без ремонта и о том, как она преобразилась с новыми обоями. Яркая жизнь. Свежие впечатления. Сезон премьер в Кераме. Продолжение следует.